Добрый день дорогие друзья из солнечного Витязева. Город курорт Анапа приветствует своих гостей. Вы просили номера более бюджетные, мы сегодня с вами посмотрим. Здесь полтора километра до моря. Яндекс говорит о том, что до пляжа вы доберетесь за 19 минут. Адрес Лермонтова 1. Отдыхать здесь можно от 400 рублей с человека. Осталось вам показать только условия, в которых вы можете проживать и поймать свое лето. Чтобы не быть голословным, вот вам до пляжа Жемчужная Россия 19 минут полтора километра. Это очень тихий райончик, где находится частный сектор. По посаду под видеонаблюдением вы можете размещать свои машины. Есть пара скамеечек, на которых можно разместиться, выйти, отдохнуть. Очень красиво сделано все внутри. Здесь много изделий из металла, которые меня прям поразили. И они создают свой абсолютно другой уют и шарм. Потому что везде все одинаково, а здесь есть вот такая вот красота. Первое, что нас встречает, это арочка из роз над входом во двор. Двор закрывается, кодовый замок. Здесь вы можете спокойно отпустить своих детей на прогулочку. Двор у нас выглядит вот так. Вот очень много мест, где вы можете посидеть. Есть ногомойка. И пойдем посмотрим, какие пространства имеются. Вы посмотрите только на этот царь-мангал, ребята. Я зашел, мне сразу как любитель СШВК кинул сюда взглядом. Красота. Рядышком беседка. Беседка деревянная. Выполнена вот с такими вот люстрами, красивыми вещами. Дополнительные еще места, где посидеть. Есть батут, где будут прыгать ваши дети. Дальше идет еще дворовая территория. Для любителей заниматься спортом тоже все есть. Возле каждого номера мы с вами видим и очень удобные столы, стульчики. Такие мега-кресла царские, их можно назвать. Посредине двора здесь елочка имеется. Есть холодильники общего пользования, также расположена вот такая вот качель, на которой можете отдыхать. Все очень уютно и красиво оформлено. Здесь у нас большая общая кухня. Есть детский стол, большой вот такой вот обеденный стол. Есть книги, которые можно почитать. Очень много потрачено труда, чтобы сделать вот все в таком вот стиле. Пожалуйста, баня, стиральная машинка. Есть микроволновая печь, мультиварка, чайники, газовая поверхность на 5 комфорок очень большая. Весь нужный набор посуды, который вам только может понадобиться. Тут тоже присутствует. Даже самовар, ребята, если вдруг захотите с таким эффектом чайочкой попить, будет очень круто. Ну, раковина. Все просто. Детский уголок, телевизор, то есть развлечение. Здесь для ваших детей, если вдруг захотят выйти, не сидеть с вами в номере, пожалуйста, есть. Сама баня находится в такой мощной двери. Здесь есть фитобочка. С правой стороны имеется кровать для растяжки позвоночника. Она за отдельную плату, стоимость 300 рублей с человека. Здесь такой вот удобный, уютный столик. Есть зеркало. Все оформлено в дереве. Тоже еще одно зеркало. Смотрим саму парилочку. Она выглядит очень симпатично, с брусом. По прямой экстрим ведро, душевая. Также есть санузел. Стоимость посещения бани примерно 4 человека, 1000 рублей в час. Минимум 2 часа. Рядышком с батутом будет в летнее время установлен маленький бассейн для ваших деток. Ко входу. С правой стороны есть отдельная такая зона, где будут расположены только два номера. Здесь будет установлен зонтик, чтобы вы сидели в теневой зоне. Первый стол, второй стол. Это вход на нижний этаж. Здесь расположено два номера. При входе имеется своя варочная панель, холодильник, стол, за которым можно поесть. По прямой у нас санузел. Здесь у нас унитаз, раковина и душевая зона. Далее у нас общий коридор. Есть такой вот комод. Еще один стол. Чайник, набор посуды, раковина. Это все на два номера. В первом номере здесь вы можете повесить свои вещи. Есть вентилятор, место для хранения. Также имеется одна кровать, вторая кровать и двухспальная кровать. Картина, телевизор, комод, столик маленький для деток, стул. Стоимость проживания здесь будет 400 рублей из человека. То есть, если вы приезжаете вчетвером, то 1600 за номер. Смотрим второй номер. Здесь стол, стул, телевизор, перекатной столик. Такая большая прикроватная тумбочка. Имеется стол еще один. Раскладывающийся диван, двуспальная кровать, два медведя, картина и место для хранения с зеркалом. Здесь внутри плечики. И с этой стороны тоже самое. Размещение здесь также до 4 человек. Можно приехать максимально за 1600. Приедет вас трое. 1200. Ребят, вы можете в любом случае договариваться с хозяевами, если вы приезжаете на длительный срок и снимаете номера еще дешевле, чем озвучено в видео. Снять это место можно как и отдельные номера. А можно приехать просто большой компанией и целиком забрать эту зону этажа на весь период вашего проживания и отдыхать в комфорте и удовольствии. И, как понимаете, для большой компании тоже будут скидки. Вам тут всегда рады, поэтому приезжайте, друзья мои. Мы теперь посмотрим до конца центральный дом. Второй этаж это хозяйский. На третьем этаже сдается целый этаж под большую компанию. Туда могут приехать отдыхать от 10 до 12 человек. Там 4 комнаты, 3 санузла, своя кухня. Пойдемте смотреть. Подъем из двора. У вас здесь своя лесенка, по которой вы поднимаетесь наверх. Сама лестница удобная, широкие ступени, есть ограничения. И она еще больше оплетется венрадной лозой. При входе у нас имеется место, где погладить ваши вещи, дополнительные стулья. И вот так вот все это красиво выглядит. Вход на нижний этаж перекрыт. Это хозяйский, как я и сказал. Здесь обеденный стол, 4 стула. Там дополнительный стол раскладывается, становится гораздо больше. Также здесь есть микроволновая печь. Проходим дальше. Здесь кухонная зона, раковина, варочная панель и наборы всей нужной вам посуды с холодильником и даже кофеваркой есть. Чтобы нам с вами не запутаться, возвращаясь обратно ко входу и идем смотреть с вами все комнаты по очереди, по часовой стрелке. Это комната у нас с балконом. С правой стороны двуспальная кровать. Обратите внимание на оформление этих комнат. Большое зеркало, телевизор и еще одна кровать. Также имеется кресло, такой красивый шкаф, своя сплит-система. Также имеется бра. Комната, как вы видите, отделана деревом. Дышится здесь очень приятно и тишина. Выходим на балкон. Красивыми балясинками. Имеется стол, два стула, такой вот герб. И вид наше зелененькое. Видите, зила. Красота, да и только, друзья. Этот балкон сдвоенный, он на две комнаты. Со второй мы тоже на него выйдем. Как я и говорил, на этаже три санузла на четыре комнаты. То есть на две комнаты будет один, а в остальных комнатах есть свой собственный санузел. Для этой комнаты и следующей санузел находится чуть-чуть дальше кухни. Я вам сразу покажу, чтобы вы ориентировались. Заходим. Он довольно-таки большой. С левой стороны стиральная машинка. Имеется раковина, зеркало, унитаз с детским креслом. А также душевая зона. Большая сушилка для ваших вещей. Дальше по этой же стене мы заходим в комнату, которая соседствует столь через балкон. Здесь у нас кровать. Есть место для хранения. Телевизор, стол под ним. С правой стороны у нас перекатной столик, стул и двуспальная кровать. Также имеется сплит-система. Два прикроватных столика и зеркало. Открываем шторы. И выходим на тот же самый балкон. Вот такая красота, дорогие друзья. Место для хранения выглядит вот так. Следующая комната у нас со своим собственным санузелом. Заходим. По прямой у нас две кровати односпальных. Есть двуспальная кровать. Имеется стол, два стула, телевизор. Большая зона хранения. Плечики. Собственная сплит-система. Под ней висит картина. Здесь расположен санузел. Раковина, зеркало, унитаз и душевая зона. Ну и последняя комната. Здесь находится с левой стороны. С правой стороны большая двуспальная кровать с таким красивым балдахином. Две прикроватные тумбочки. Также имеется стол, два кресла, своя собственная сплит-система. С левой стороны место для хранения и телевизор. Туда дальше вход в санузел. Здесь находятся плечики и куда разместить ваши вещи. Санузел выглядит вот так. Раковина, душевая зона, унитаз. Размещение здесь 10-12 человек. То есть для большой компании. Для нескольких семей, которые приезжают вместе, будет также удобно. По ценнику вы считаете, сколько у вас приедет и какая будет стоимость. Либо вы считаете у хозяев. Математикой не хочется за вас заниматься. Сейчас покажу очень интересное предложение. Потому что здесь мы имеем выход в общий двор. Это для доступа на кухню. А сам номер имеет свой выход на улицу. Куда вы можете даже припарковать свою машину. Давайте смотреть. Размещение в этом номере до 6 человек. Он двухкомнатный. Это как свой собственный домик под ключ у вас получается. Раскладывающийся диван, два кресла. Здесь есть стол между ними. Дополнительные стулья. Это сплит-система напольная. Телевизор, комод. Далее мы проходим в следующую комнату. В которой есть двухспальная кровать, прикроватные тумбочки. Так, шер. С правой стороны у нас место для хранения. И санузел. Санузел выглядит вот так вот. Раковина, зеркало, унитаз и душевая зона. Сам выход на улицу находится вот здесь. То есть дверь открывается. Здесь у вас может стоять своя собственная машина. И будет вам хорошо и комфортно. Как вам такой вариант? Место для хранения. Пледы, плечики, подушки. С другой стороны, место для разместить ваши вещи. В мае вы можете сюда приехать по 500 рублей с человека. Понятно, что в сезон будет выше. Цены уточняйте у хозяев. По фасаду у вас здесь имеется свое место, чтобы отдохнуть. Стол большой. Две скамьи. И вот такие вот кресла. Обратите внимание, что номеров здесь немного. Мы смотрим второй. Это трешка. И есть свое место, где посидеть, отдохнуть за столом. И заходим в сам номер. Ну, теперь вот по цене, ребят. Вы можете даже договариваться. Сейчас в мае приехать. И по 450 рублей с человека. Двухспальная кровать. Односпальная. Есть комод. Два стула. Стол. Телевизор. Тоже еще одно место для хранения. Можно использовать как стол. И там разместить свою верхнюю одежду. По прямой у нас находится санузел. Душевая зона. Раковина. Зеркало. И унитаз. То есть приехать сейчас. Мама, папа, ребенок. За 1350 рублей. Поднимаемся на второй этаж. Лестница мощная, удобная. Проложена деревом сверху, чтобы она не звенела. Мы сейчас с вами посмотрим номера на втором этаже. Здесь видите, что есть стол и стулья. К каждому номеру. Смотрим. Двухместный номер. Который сейчас можно снять. За 900 рублей. По 450 рублей с человека. С левой стороны телевизор. Есть стол. Два стула. Выход на балкончик. Стол. Зеркало. Своя сплит-система. С правой стороны место для хранения. И вход в санузел. Здесь в санузле закрывается. С левой стороны раковина. Зеркало. Унитаз. Душевая зона. Место, куда повесить ваши вещи. Здесь под телевизором имеется холодильник. Укончик-то такой чисто оригинальный. Выйти, подышать, посмотреть на двор. Смотрим. Номер на троих. Двухспальная кровать. Сплит-система. Односпальная кровать. Стол. С левой стороны у нас место для хранения ваших вещей. Телевизор. Холодильник. И здесь есть свой санузел. Раковина. Зеркало. Унитаз. И душевая зона. Стоимость абсолютно такая же. 450 рублей с человека. Смотрим. Еще один номер. Кресло раскладывается. Стол. Двухспальная кровать. Комод. С правой стороны холодильник. Телевизор. Место для хранения. Также имеется свой собственный санузел. Здесь у нас раковина. Зеркало. Унитаз. И душевая зона. Он считается двухместный. Плюс доп. Стоимость. Вы слышали. 450 рублей с человека. В летний период номера будут дороже. Вы по ценам полностью уточняете все у хозяев. Что, как и почем. Сейчас я вам озвучу, сколько это стоит. Сейчас смотрим с вами большой двухкомнатный номер. Размещение. Если с детьми до шести человек. Есть диван. Два раскладывающихся большущих кресла. И это считается как кухонная зона. С правой стороны у нас место для хранения ваших вещей. Имеется картина. Обеденный стол. Микроволновая печь. Холодильник. Стиральная машина. Панель для приготовления пищи. Чайник. Посуды. Набор. Телевизор. И раковина. По прямой проходим с вами. Здесь видим санузел. Унитаз. Раковина. Зеркало. И душевая зона. А теперь посмотрим следующую комнату. Здесь большая двуспальная кровать. Два стула. Есть плитсистема. И место хранения во всю стену. Тюк. Бра. Большое зеркало. И стульчик. Сейчас вы можете приехать по 450 рублей с человека. В сезон этот номер будет стоить дороже. Все цены есть по ссылке в описании. Друзья. Они там указаны. Чтобы я не путался. Обозначают то сколько номер стоит сейчас. Смотрим с вами трехместный номер. Здесь есть двуспальная кровать. Односпальная кровать. С левой стороны при входе место для хранения. Два стула. Стол перекатной. Телевизор. Холодильник. Бра. Стол с полочками. И своя сплитсистема. По прямой находится санузел. Есть унитаз. Раковина. Зеркало. И душевая зона. Рядом здесь еще один трехместный номер. Двуспальная кровать. Односпальная. Сплитсистема с правой стороны. Перекатной стол. Два стула. Место для хранения. Телевизор. Холодильник. И санузел. С этой стороны душевая. Раковина. Зеркало. И унитаз. Номера идентичны. Поэтому быстро их пробежал. Стоимость сейчас по 450 рублей с человека. Проходим далее. Здесь небольшой спуск. И мы попадаем в еще один четырехместный номер. В деревянном домике. Здесь разложены диван. Есть холодильник. Телевизор. Стол. Чайник. Сплитсистема напольная. И большая двуспальная кровать. Две прикроватные тумбочки. Бра. С левой стороны. Место для хранения ваших вещей. Свой собственный санузел. Здесь есть раковина. Зеркало. И душевая зона. За ними находится унитаз. Стал говорить эти 450 рублей с человека. Но вы всегда просите. Обозначайте цены. Еще раз. Цены на все месяца указаны на сайте. По ссылкам. Номера телефонов. Тоже есть в описании. В названии. Звоните. Уточняйте. Я вам в принципе все здесь показал. Рассказал. Осталось прогуляться до моря. И показать вам пляж. Как я и говорил. Здесь расстояние до моря. Полтора километра. 19 минут. Сейчас мы прогуляемся. Пойдем вот сюда налево. По улице Лермонтова. Я включил таймер. Чтобы не забыть. Что мы с вами вышли. Также здесь по соседней улице в летний период ходит трансфер на Тартугу. Как будет в этом году я пока не знаю. Но следите за каналом. Я вас обязательно проинформирую. В новом квартале на пересечении улицы Лермонтова и Жемчужина находится мой любимый трактир русские блины. То есть здесь приехать, поесть, взять какую-нибудь девушку свою прекрасную и удивить ее вкусной, красивой подачей едой вы можете за небольшие деньги. И заведение уже много лет пользуется просто бешеной популярностью. Я думаю, что им пора там бронь столика водить. И то, что приходишь, а столов свободных нет. И это меня больше всего расстраивало. В общем, знайте, запоминайте. Потом нам два квартала выйти до улицы Горького по Жемчужной. Вот смотрите, я 4 минуты стоял тут, записал пару видео, там в телегу себе еще отправил, там ответил на пару сообщений. Что-то залип, короче. Вот один квартал ушел, 4 минуты. Я за это время, если бегу, то пробегаю километр. Я уже был бы возле пляжа. Ну, я не знаю, как можно ходить и не любоваться всей этой прекрасной составляющей нашей улицы. Смотрите, ой, розы, пионы, чего здесь только нету. Фруктовые деревья, орехи. Аромат стоит просто с ног щебатины. Какова красота, друзья. Девчули, приезжайте. Там не надо будет цветы просить, что вам подарили. Они у нас растут везде. Черешня, ребята, целое дерево. Но уже практически поспел. Дохожу до Горького за 3 минуты. Опять-таки, пока цветы сфотографировал. Здесь у нас находится кафе Пандокавказ. Можно даже сейчас, вообще как бы годично, здесь прийти поесть шашлыка. И столово там работает, друзья. Выходим на Горького и мимо Пандока-Кавказ двигаемся влево. Я в прошлый раз, когда показывал пляжи в чужой России, ходил. Сегодня мы пойдем по прямой. Заодно посмотрим, может быть, там уже есть изменения на пляже. Единственный момент, что кажется, дождь собирается. Это вообще будет весело, если я еще попаду под такую непогоду. Температура воздуха сегодня 20 градусов. Дошли мы до Граната. Грузинская кухня находится внизу. Говорят, что вкусное заведение. Может быть, как-нибудь забегу, попробую. Тут везде пешеходные переходы. Мы идем на подземный пешеходный переход. С правой стороны проходим сетевые отели. Здесь у нас работают насосы. Заливают рядом бетон. А тут я смотрю, как все красиво заросло. Я давно здесь не ходил. Деревья высаженные. Уже совсем по-другому. Здесь идешь раньше как по пустыне. А сейчас классно. Туйки, каштаны, лок серебристый. Это дерево, не знаю, как это называется, если честно. Здесь у нас пушка стоит. Памятник Великой Отечественной войне. Тут находится медицинский центр. Кстати, я рассказывал вам о том, что у нас ходит 114-128 маршрутка, на которую можете сесть, а не уехать в Анапу. То есть с той стороны дороги, если это, уехать, допустим, на 128-й, до пляжиков, которые у нас находятся на окраине Витязева. Дальше прогуливаться по бездругим пляжам. Здесь у нас ЖК Солнечный находится и столовая внизу. Столовая, хорошие отзывы, вкусные продукты. Тоже большой такой супермаркет. В прошлом году здесь у нас Алла тоже всякие вкусняки продавала, как будет в этом году, пока не знаю. Здесь вот по лестнице спуск, но этим спуском можно пользоваться и с коляской, и с мобильным гражданам. Главное, будьте аккуратны и кем-то придерживаем, потому что одному здесь спуститься будет, наверное, на коляске сложновато. Выходим из подсебного пешеходного перехода. Он остался у нас позади, и дальше уже по прямой двигаемся к морю. Поворотов больше никаких не будет, но по пути у нас сегодня работает фонтан. Слушайте, ушел из-под тучи, тут совершенно другая погода. Прям настроение подымается. Вот так вот у нас солнышко влияет. Мы с вами дошли до перехода к рыночку. Здесь у нас продают разные товары курортного ассортимента. Это очень красиво благоустроено, и приятно по ней прогуливаться. Сегодня что-то в точке торговой не очень активно продают. По крайней мере, фрукты, овощи я не вижу. Может быть, на закупке, хотя время у нас уже 11 с небольшим. Ну, пока у них тут тишина. Главным украшением является этой площади фонтан. Он великолепен, но через подсветку здесь очень красиво. В прошлый раз, когда показывал это видео, были комментарии о том, что нету скамеек. Здесь они раньше были. Возможно, к лету появятся, ребят. Но пока я с вами полностью согласен, что не хватает скамеечек. Мусорка даже одна есть, а вот скамеек нет. Потому что люди прогуливаются вот тут бы в тенечке по-настоящему, чтобы они посидели. Будем надеяться, что когда придет сейчас туда какую-то там кофейню поставить, там еще что-нибудь, то будут они. Но если они не придут, то все равно скамейки будут. В общем, очень надеемся и ждем. Хотим скамеек, чтобы на них сидеть. Правда, друзья мои? Эх, эти зеленючие платаны, красивучие, плакучие ивы, акации в цвету. Я люблю нашу весну. Здесь у нас Пионерский проспект, поворот на Витязево. С правой стороны жемчужина России. А вперед у нас арочка стоит, которая жемчужина России называется. Ну и пляж мы тоже называем. Жемчужина, жемчужина России. Изумруды, я слышал недавно название. Вот такие дела, друзья. Ну, по прямой идем и идем. Время, кстати, мы уже в пути 16.30. Ну, минус то, который останавливался, я думаю, вполне реально. Идут свободным вообще напрягающим шагом. Чем не бежать, куда спешить. Как говорится, вся жизнь впереди дойдем. Тут аптека открылась. Потихоньку будут запускаться и все остальные торговые павильоны. Пока же не работают. Тут магазинчик очень хороший, с неплохими ценами. По крайней мере, водичку я тут покупал, как и в магните по цене. Вот здесь будет работать столовая. Фрукты и овощи продаваться. Здесь уже всякие сувениры. Ну и другие точки уже, смотрю, пооткрывались. С каждым днем все больше торговых точек открывается. А нам чуть-чуть остается по прямой. Налево и в тот проход мы уйдем. Эти теплые вещи сейчас продают, потому что погода у нас непредсказуемая. Но мы надеемся, что жара уже близко. И потом никаких похолоданий не будет, друзья. Детский ассортимент для пляжного отдыха тоже есть. По прямой мы видим уже пляж. Я, дедушка, не вложился до пляжа. Но время 19.24. То есть все точно так, как и показывал Яндекс. Но при этом мог прийти минутки на 4-5 раньше. Если просто нигде не останавливался. Вы, возможно, будете идти еще дольше. Потому что я-то тут совсем знаком. А вам будет еще и интересно посмотреть по сторонам. Ну, если честно, на проходе пока. Надеюсь, что к летнему сезону все появится. Не хватает только много устройства. В виде лавочек и большего количества мусорок. Здесь уже готовят столовую к открытию. Носят мусор, раскрыли все торговые павильоны. Думаю, в скорое время все начнет здесь работать. Пока настилов нету, но в летний период они появляются. Как и уже навесы впереди. Я вижу, начали расти, как грибы. Сейчас у ребят спросил. Они говорят, что к 1 июня настил здесь появится. Хотя здесь сняли столько песка, что и так удобно идти. Я даже шлепки не снимал. Потому что очень близко к воде подошли. Вот вам, пожалуйста, девушка загорает возле лоха серебристого. Мне так жалко всех тех, кто никогда не слышал этот аромат. Как он пахнет. Это фантастика просто. Ты идешь. Я не знаю, для меня это лучший запах лет. Сейчас я вздохнула, у меня же голова закружилась. Так вкусно. Так прекрасно. И мы доходим до первых появившихся теневых навесов. Ну и в принципе здесь пляжный отдых уже идет. Что и есть хорошо. Мне кажется, что я за собой вот это все тащу. Простите меня, ребята, кто отдыхают. Потому что я моментами выхожу на солнце, до тучи меня догоняет. Ну, бывает такое. Никто не видоват. Зоны навесов, кстати, мне кажется, что они сместились. Хотя я могу и ошибаться. Потому что по заборам ориентируюсь немножко по-другому все было. Ну, проход оставлен широкий. Так, тут моментами я вам показал, насколько красиво выглядит то, что здесь происходит под солнышком. Самое главное, что море чисто. Водорожье кто-то украл у нас все. Возле моря под тучами температура 23,9. С правой стороны сидят люди в одежде. А с левой стороны люди загорали. Вот такие вот мироощущения у каждого свои. Ну и панорама на весь пляж, друзья. Ух, чувствую, пора где заканчивать. И бежать, бежать, бежать. Так, возле моря, смотрите, градусник еще немножко остыл. 21,6. Замеряем температуру моря. Температура моря 17 градусов, ребята. Мужчина купается. Эх, красота. Ну, туча, конечно, это меня пугает. Ребята, пошли фотосессию устроить. Они в шоке. Попросили сфоткаться. Позы чуть поменял. Ну, в общем, получилось все очень круто. Дорогие мои, вас приглашаю до юга. Приезжайте вместе, привозите в хорошую погоду. И тогда наверняка будет все круто и прекрасно. Не хватает только вас. И тогда здесь нам будет счастье. Ну, а вообще, очень красиво. Мне нравится море с такими тучками. Но хочется погоды, как в августе. Хочется, чтобы погода была теплой, классной. И море прогрелось быстрее. Ну, 17 уже классно, то есть прогревается. Великолепно. По прогнозу, она будет все теплее и теплее. Еще один градус и официально разрешено купание. Поэтому, друзья, мы видим с вами, как люди гуляют по воде. Дети купаются, наслаждаются. Все это уже у нас есть. Номера все и контакты указаны напрямую. Поэтому от души ждем вас приезжать. Все, теперь я надеюсь, что я успею уйти. Потому что вот это вот все приходит. И немножко страшно становится даже. Да ладно. Живы будем, не побремя. Еще бояться. Я шучу, ребят. Чтобы настроение ваше поднять. Всем пока-пока. С вами был Юрий Азаровский. Я вам всем обнял. Как там? Черноморский? Так. Продолжение следует... Продолжение следует...